Декрет – отличный повод освоить новую профессию. Получить образование жители Ненецкого округа могут в рамках нацпроекта «Демография». В программах, которые реализуют центры занятости населения, могут принять участие женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста. Мария Даник расскажет подробнее. Профессиональное обучение реализуется в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин в создании условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В ее рамках на сегодняшний день две жительницы региона уже завершили обучение по направлению 1С-бухгалтерия, еще три – в процессе получения новой профессии. Все три женщины относятся к категории женщин, которые воспитывают детей дошкольного возраста и не состоят в трудовых отношениях. Одним из важнейших условий нашего обучения для этих женщин является то, что они после обучения будут в обязательном порядке трудоустроены. Соответственно, две женщины учатся по направлению парикмахер, и одна женщина учится по направлению логопедия. Собственно, все они будут после обучения трудоустроены. Кроме этого, шесть девушек пройдут очное обучение по таким направлениям, как 1С-бухгалтерия и контрактная система в сфере закупок. Обучение будет проходить на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума после того, как будут сняты ограничительные меры. Одна женщина будет направлена на обучение в сфере менеджмента в туризме, еще одна – на управление персоналом. Максимальный срок обучения – полгода, минимальный – 72 часа. Кроме этого, в текущем году продолжается обучение граждан предпенсионного возраста. К данной категории добавлены с этого года граждане 50 лет и старше, то есть, в принципе, тем, которым назначена страховая пенсия по возрасту. На сегодняшний день три женщины проходят обучение по направлению младший воспитатель. И в апреле мы планируем направить еще пять граждан дистанционно. Это два человека – менеджер в сфере образования, два человека – управление персоналом и один человек по направлению технологии общественного питания. Также завершились конкурсные процедуры по обучению граждан предпенсионного возраста по направлению контрактной системы в сфере закупок. Также оно запланировано очно. Как только будут сняты ограничительные меры, собственно говоря, эти женщины приступят к обучению. Образовательные организации как на территории Ненецкого округа, так и за его пределами определяются по итогам конкурсных процедур. Со всеми заключаются договоры на оказание образовательных услуг. По окончании обучения организации выдают документы об образовании. Мария Даник, Антон Водряков, Телеканал Север.